Вместе с мэрами новых кварталов, лидерами инициативных групп многодетных, Сергей Морозов оценивает ситуацию в Ишеевке, на проспекте Дружба народов и в Луговом. А она явно сдвинулась в положительную сторону. Застройка пошла, проблемы с водой и электричеством отступили, благодаря активности горожан и готовности чиновников решать их проблемы. Люди звонят, еще 12 домов хотят начать стройку, так как звонила всех, сказала, что вода у нас есть теперь. Практически все участки планируют задействоваться на обработку. Те, которые не планируют строить, так вот финансово не позволяют. Действительно, сегодня многодетных тормозит чисто финансовый вопрос. Пандемический год не прошел бесследно. Помочь принять правильное решение и начать обустраиваться призван закон о возмещении части затрат на строительство дома, вступившей силу с прошлого года. Однако из-за того, что по нему компенсация рассчитывалась от кадастровой стоимости, воспользоваться механизмом поспешили немногие. Сейчас мы вносим изменения и компенсация будет выплачиваться в зависимости от квадратуры. То есть если семья построила дом 100 квадратных метров и больше, то будет получать 700 тысяч рублей компенсацию. По-новому закон заработает с 1 июля 2021 года. По нему же можно будет взять ипотеку, по которой положена 50-процентная компенсация, но не более 300 тысяч рублей. Есть и другие предложения. Например, приблизить кварталы многодетных в ипотечном поле к статусу сельских территорий. Люди сегодня высказываются о необходимости программы, подобной сельским территориям, когда сельская ипотека является доступной, но городские территории не подходят под нее. И здесь губернатор дал поручение разработать региональному правительству такие меры, которые бы в аналогичном режиме помогали начать строительство. Чтобы полноценно развернуться на новых участках, осталось решить вопрос с газом. В заложье проектирование газораспределительных сетей запланировано на 2021 год. Деньги, 25,5 миллионов, уже выделены. По плану это будет газопровод протяженностью почти 38 километров. Аналогичные проекты рассчитываются и для других территорий, на которых вырастут микрорайоны-городки многодетных семей.